Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В этом видео мы с вами рассмотрим красивую партию российского гроссмейстера Сергея Корякина, которую он провел в запоминающемся комбинационном стиле. Дело было в Фарусе в 2007 году, и тогда выступавший за Украину Сергей Корякин принял участие в этом довольно сильном турнире. Корякин шел весьма неплохо, одержал несколько побед подряд, и в седьмом туре встречался с опытным голландским гроссмейстером Люком Ван Вели. В этой партии Ван Вели применил против Корякина вариант Найдерфа с ицелянской защитой. Е4 сыграл Корякин, далее С5, КФ3, Д6 и Д4. Происходит размен, КФ6 нападая на пешку и КЦ3. В этой позиции черные имеют довольно богатый выбор продолжений, и Ван Вели играет А6. Слон Е3 играет белые, Е5, и в этой позиции Сергей Корякин решил применить не общепринятое продолжение КБ3, а КФ3. Далее С1, Е7 играет черные, С4, взаимные рокировки, и в этой позиции, по словам Корякина, он совершенно забыл, что в распоряжении черных есть не только ход С6, к которому и готовился Сергей, а КЦ6. И после этого пришлось вспоминать давние анализы, но где-то играть уже самостоятельно. Ладья Е1 играет белые, далее Б5, и слон отходит на поле Ф1. Ладья Б8, слон Ж5, КЖ4, и в этой позиции размен чернопольных слонов явно на руку черным, так как их слон плохой. В данном положении чаще всего играет слон Д2, но Сергей Корякин здесь сыграл слон С1. Очень интересная игра со стороны белых, развив своих слонов, они их поставили обратно на начальные позиции. Здесь плохо играть Ф5, не потому, что есть удар ФД5. После КХ8, ФБЦ6, белые неожиданно остаются без сильнейшей фигуры после слон Б7. А после Ф5 лучше всего сначала забрать пешку и нарушить взаимодействие черных фигур. Если, например, забрать на Ф5, то ФД5 и ловли Ферзя уже нет. Поэтому здесь Люк Ван Велли сыграл ФБ6, защищая коня на С6 и с помощью другого коня нападая Ферзем на Ф2. Белые играют ФД2, Конь Ф6 и в этой позиции следует ход Х3. Это профилактика против возможного слон Ж4, в то же время как тут сильнее была Конь Д5. На этот ход как раз указывает сам Карякин. Взяли, забрали, Конь А5 и ФБ4. Две очень интересные идеи. А4 и в дальнейшем Конь на А5 подвисает после вскрытия линии А. Ну а также ударчик Конь Е5, пользуясь незащищенностью слона Е7. В данной ситуации после хода Х3 черные решили защитить своего слона. Сыграли Ладей Е8. И тут ход Конь Д5 ничего не дает. Ввиду Конь Д5 ЕД и на Конь Д4 белым нужно меняться. Получается вот такая позиция, в которой у черных никак не хуже. Поэтому здесь белые решили на место поставить еще и своего Ферзя. Очень такая странная игра от Карякина. Уже три фигуры, побывав в поле, вернулись обратно. Но далее А6 играют черные, тоже ограничивая возможности соперника. Ну и тут уже все-таки фигуры надо развивать. Поэтому Б3, слоны Ф8. Черные отвечают тем же, ставя слона на начальную позицию. А4 и черные решают не активизировать белую Ладью, а закрыть линию А после хода Б4. Конь Д5 происходит размен коней ЕД. Конь А5, слон Е3. И это критический момент данной партии. Здесь черным стоило сыграть Ферзь Б7. Нажимая на пешку Д5, не дают черные перевести белым коня по вот такому маршруту на поле Ц4. Здесь Корякин собирался играть Ж4, хотя тут ясно, что у черных пока все нормально. Но люк Ван Вилли сыграл здесь менее жестко. Просто отошел Ферзем на Ц7. И после Конь Д2 неожиданно оказалось, что все фигуры белых стоят весьма функционально. А у черных есть проблемы с дальнейшим планом игры. Белые переводят коня на Ц4, захватывают это важное поле и продолжают давить на пешку А6. Черным остается играть только Ф7 Ф5, что сделал Ван Вилли. Далее Конь Ц4, и в этой позиции лучше всего было сыграть Ж6. Но белые тогда ставили ладью НЦ4, вскрывали линию Ц после Ц2 Ц3. Черные же поставили слона обратно на Е7. И белые, почувствовав ослабленность королевского фланга черных, сразу начинают атаку. Ферзь Х5 играет Корякин. В этой позиции ход слон Д7 приводил к жертве на А6. И после ЖАЖ Ферзь Ж6. Король Ф8, слон Е2. Атакуют по белым полям здесь Корякин в этом варианте. После ладья Е8, Конь Е3. Очевидно, что слабость пешки Ф5, маневр слон Х5. А также уязвимость пешки Х6 дает белым решающее преимущество. Но Люк Ван Вилли здесь сыграл иначе. Он поставил ладью на Ф8. И после Конь бьет А5, Ферзь бьет А5. Белые таким образом отвлекли черного Ферзя еще дальше от королевского фланга. Корякин жертвует слона на поле Х6. В этой позиции Люку Ван Вилли нужно было смириться с потерей пешки. И вернуть Ферзя на С7. Видите, в этой партии очень многие фигуры возвращаются на прежние позиции. Но голландский гроссмейстер решил забрать этого слона. Считая, что здесь у белых нет больше вечного шаха. Но он оказался не прав. Корякин проводит очень красивую атаку. После Ферзь Ж6, Кх8 забирает кешку с шахом. Дальше Кх8, Ферзь Ж6, Кх8. И в этой позиции подводит ладью. Конечно, этот ход заранее голландец предусмотрел. Он не хочет давать возможность белым поставить линейный мат после Ладья Ж3 и Ферзь Ж6. Поэтому играет Ф4. Не только атакуя ладью, но и прикрывая поле Ж3. Но здесь следует очень красивая жертва ладьи в центре. Ладья бьет Е5. Корякин жертвует ладью всего лишь за пешку. Угрожая линейным матом, не оставляет сопернику выбора. Он бьет пешкой. В этой позиции белым нет смысла играть слон Д3. Потому что в этом случае следует слон Ф5. И белые ничего не могут сделать. После взятия на Ф5, ладья Ф5, нужно бить эту ладью. И после Ферзь бьет Д5. Черные точно эту позицию не проиграют. Поэтому белые сыграли Ферзь Ж6, Кх8. И здесь оказывается, что главная идея атаки Корякина связана с переводом слона не на диагональ Б1, Х7. А на линию А2, Ж8. И он еще пешку на Д6 жертвует. Вскрывая вот эту самую диагональ. И угрожая шахом слон С4. В этой позиции слон под ударом. Если отойти королем на Ф7, то следует Ферзь Х7. И слон все-таки теряется. Белые продолжают атаку. Если в данной ситуации сыграть слон Д6, то конечно последует слон С4. Дальше Ферзь Ж6, белые добиваются победы. Поэтому нужно перекрывать диагональ и играть ладья Ф8. Белые играют слон С4. В данной позиции черных не спасала Ферзь Д8. Из-за взятия Ферзь Е7, Ферзь Ж6, Кх8. И слон бьет Ф7. Угрожает мат на поле Х6, поэтому Ферзь Ф8. Но дали ладья Е1. И на поле Е5 побывает еще одна белая ладья с решающим уже эффектом. Поэтому черные сыграли слоны Ф5. Из последних сил защищается Люк Ван Вели. Он не дает белым дать шаг на поле Ж6. Но здесь после простого ДЕ Люк Ван Вели сдался. Дело в том, что в этой позиции черные никак не могут избежать решающих материальных потерь. Несмотря на то, что у них сейчас на доске целая лишняя ладья. Вот такая великолепная партия Сергея Корякина. Атаку он провел буквально на одном дыхании. И заставил сдаться своего опытного соперника. По ходу дела пожертвовав слона, а потом и ладью. Надеюсь, что данная довольно короткая, но очень интересная партия вам понравилась. Поэтому не забывайте ставить лайки. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Стоит сказать, что эта победа оказалась очень важной. И в итоге она, а также многие другие хорошо проведенные партии на этом турнире позволила Корякину занять достойное второе место на этом турнире. Ну а первенствовал Василий Иванчук. Надеюсь, что в текущем 2019 году Сергей Корякин нас порадует своими удачными выступлениями в супер турнирах. Ну а мне пора с вами прощаться. Спасибо за внимание. До свидания.